Что ж, Дэвид, существует теория о том, что такое тёмная материя. Ты упомянул иные вселенные. И давай представим, что наша вселенная – бумажный лист. Всю нашу жизнь мы проводим на этом бумажном листе, но прямо над нами может быть параллельная вселенная, парящая чуть выше, в дюймах, сантиметрах, возможно. И любой объект в этой вселенной будет для нас невидим. Свет проходит под вселенной, так что мы никогда её не увидим. Но гравитация… Гравитация существует между любыми галактиками, и так как она ничто иное, как изгиб пространства, если слегка согнуть пространство между нашими листами, гравитация усилится. Подумай об этом. Эта другая галактика в другой вселенной может быть невидима, но она будет иметь массу. Вот это как раз и будет тёмная материя. Тёмная материя плотна, она имеет гравитацию, но невидима. Она не взаимодействует со светом или электромагнитной силой. Так что есть теория, утверждающая, что тёмная материя – просто обычная материя в другом измерении, парящем прямо над нами. Также стоит отметить, что есть и другие теории. Тёмная материя находится на острие науки. Некоторые люди считают её вибрациями более высокой струны. Все атомы нашего тела представляют вибрирующую струну нижней октавы. Но ведь струны могут быть тоньше и выше. Следующей октавой может быть тёмная материя. Это ещё одно популярное ралкование её загадочной природы. Подводя итог. Целая полка Нобелевских премий ждёт вас, ждёт любого, кто приведёт убедительное, экспериментально установленное объяснение природы тёмной материи.